Приветствую вас, то, что вы описываете, называется аутоагрессией, вы можете почитать об этом в интернете, подробнее об этом можете почитать в интернете. Аутоагрессия это такое проявление, когда человек, с одной стороны, либо себя за что-то наказывает, то есть считает, что он вот достоин наказания, либо у него недостаточно обреагирована внешняя реальность, то есть недостаточно, недостаточно, недостаточный уровень отреагирования, то есть слишком много пассивности там, где не нужно. То есть смотрите, какая получается история. Либо вы привыкли себя наказывать, потому что, допустим, только так вы можете чувствовать себя адекватно, только так вы чувствуете себя в своей тарелке, только так вы чувствуете себя в норме, да, вот. То есть в глубине души у вас есть какая-то вот такая позиция, может быть, что я достойно, достойно, я достойно того, чтобы, значит, я достойно наказания, скажем так, да, вот. И этот досыл у вас идет естественно из детства, вот, ну, ему негде просто, ему неоткуда взяться больше, да, вот, только из детства. И связано это с тем, что когда-то вы, возможно, будучи подростком, вот, вы отвергали себя, вы отвергали свою личность, вы отвергали свою состоятельность, вы отвергали свою значимость, вы отвергали свою индивидуальность, по факту, вот. Ну, то есть считали себя хуже, считали себя хуже, вот, считали себя хуже, чем вы есть, на самом деле. Вот. Либо, либо вы настолько сильно привыкли подавлять себя, подавлять свои чувства, да, свои желания, свои эмоции, вот, настолько, настолько вы привыкли это делать, вот. Что вы никак себя не выражаете, я имею ввиду искренне, вот. Кроме, разве что, только, вот, такой вот, такой разрядки. Обратите внимание, да, обратите внимание на то, что вам хорошо, когда вы причиняете себе вред. То есть вы отдыхаете, приходите в себя, пишите вы. С одной стороны, невольно как-то вот напрашивается вопрос, а до этого вы что, пребывали не в себе или как? Что вам нужно в себя приходить, вот. То есть вы пребывали не в себе, а по какой причине вы пребывали не в себе, да? То есть тут вот, такой аспект, с одной стороны, возникает. С другой стороны, с другой стороны, что важно, это то, значит, что важно, значит, что вы испытываете наслаждение от этого. То есть вы испытываете, может быть, релаксацию, может быть, снятие напряжения. Именно поэтому, именно по этой причине, именно по этой причине, никакие стимулы вас не могут, значит, отгородить от этого, да, отвлечь. Они не долины, они не могут этого сделать, потому что у вас есть свой стимул, свой серьезный стимул. Это стимул расслабления. И вы, вы к нему стремитесь, к этому стимулу. И совершенно нормально, совершенно нормально, логично и естественно, что хотите вы, ну, снова и снова его испытывать. Вопрос только заключается в том, на самом деле, что именно вас напрягает, конкретно, что конкретно вас напрягает. Что вызывает напряжение, ведь, если вам нужно расслабление, да, если вы чувствуете себя расслаблены, значит, нужно, значит, есть какой-то фактор, который вас напрягает. Вот, мне очень интересно, что это за фактор, то есть, что именно поражает у вас напряжение. Вот, и почему вы выбрали именно такой способ, значит, его, ну, снятия напряжения с себя. Тут советовать, именно советовать вам смысла особо нет, потому что нужно работать с вами. Не советовать, а работать. И исследовать, что конкретно, с чем конкретно у вас связано, а вот так говорится. Да? Разволь вы говорите, что на работе у вас все хорошо. Все ровно, спокойно, жизнь у вас размеренная. Вот, может быть, именно это, именно размеренная жизнь вас и напрягает. Хочется всего-то такого. Более запретного, может быть. Более такого спонтанного, если вы все делаете, только то, что нужно, то, что должны и так далее. Вот. А может быть, у вас занятия самооценка, и вы, таким образом, видео, эту занятию самооценку, насчет, насчет, ну, подтверждаете, скажем так, каждый раз, вот, действуя. Таким образом, да, вы подтверждаете свою заниженную самооценку. То есть, как бы, выполняете, подсознательную установку, что я должна себе напредить. То есть, по итогу, по итогу, во главе угла ставится все же цель. То есть, основной мотив, который у вас есть для того, чтобы вы вели себя именно так, как ведете. То есть, то, что вы хотите, то, в чем вы нуждаетесь. Вам необходимо, это нужно выделить, выявить, вычленить и посмотреть, как еще можно это удовлетворить, как еще можно реализовать эту потребность. Что касается советов, да, вот именно, советов, ну, можно вам только порекомендовать, наверное, здесь, книгу по Федерико Первого. Книга называется «Практикум по гестальтерапии», вот, порекомендовать только эту книгу, чтобы вы поработали со своими эмоциями, поработали со своими чувствами, вот. И, возможно, это вам поможет на первоначальном уровня, да, узнать, что именно с вами происходит, вот, что именно с вами случилось, случилось и так далее. Вот. То есть, это вот то, что я могу выделить, то, что я могу вам порекомендовать. Подобные вещи, подобные, ну, подобные вот явления, которые вы описываете, прорабатывают с психологом, иногда с психотерапевтом, потому что это очень серьезно. Человек сам, значит, сам не может справиться с этим. Ваши, ваши мысли, мысли, да, их нужно, их нужно направить в правильное русло. А это возможно только при индивидуальной работе с вами. К сожалению или к счастью, вот. Я не знаю. Я не знаю. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, отвечая на ваш текст, на ваш вопрос. Избавляться от того, что вы делаете, именно избавляться, не в коем случае, потому что вам это нужно. То есть, ну, в основе-то, в основе-то лежат, в общем-то, нормальные и естественные желания. В основе того, что вы делаете. Вот, просто реализация, ну, реализация просто подкачала. Ну, это корректируется. Это корректируется. Вот. Ну, в этом, в принципе, все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы его сделаете лучшим. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Вот. Включ man. Продолжение следует...